Аль-Парслан Итак, удастся ли Аль-Парслану и его воинам выбраться из плена? Как мы помним, 20-я серия закончилась на том, что Аль-Парслан вошел в деревню и попал в ловушку, устроенную братьями Лафарита. Нам пока неизвестно, каким образом, но ему удастся выбраться. В официальном трейлере 21-й серии мы видим Аль-Парслана живым. Он пытается попасть в мишень, но руки его дрожат. Видимо, это сражение не обошлось без потерь. Также следует полагать, что братьям удалось отвоевать эту деревню. К Аль-Парслану подойдет Ак-Ча и посоветует перестать себя накручивать. Также она скажет, что он не единственный, кто мог совершить такую ошибку. Ак-Ча попросит разрешения остаться рядом с ним, но Аль-Парслан этого не захочет. Тогда она скажет, пока твои глаза не видят, а руки не слушаются, я стану твоим путеводителем и опорой. Также мы видели, что Кикавменас прочел послание, написанное Караджей. Это еще хорошо, что адресатом был Тикфур, а не братья Лафарита. Аль-Пагут тоже заметил это письмо. Если Кикавменас спросит об этом у Марии напрямую, то ей удастся отвертеться, ведь она двойной агент. Хуже, если Тикфур втайне от Аль-Пагута устроит ей новое испытание. Узнать о том, что это послание от Караджи Ак-Ча сможет только в том случае, если письмо покажет ей Кикавменас или Аль-Пагут. Поскольку Караджа не собирается признаваться в своей измене, это в скором времени сделает Ак-Ча, рассказав обо всем Аль-Парслану. Тот вспомнит, что Сулейман сначала хотел поведать ему об этом, да так и не смог. Так что не исключено, что нас ожидает ссора сыновей Чагрыбея. Что касается Аль-Пагута, то, скорее всего, его миссия на этом не закончится. Но скоро ему придется вернуться, ибо Ак-Инай сходит с ума от переживаний за сына. Напишите, хватило ли у вас слез или пришлось еще и одолжить, после того, как Аль-Пагут и Ак-Инай встретились. Это был наш собственный прогноз для канала Турк ТВ. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кому понравилось, ставьте лайки. Премьера 21 серии сериала «Аль-Парслан. Великие сельджуки» состоится на канале ТРТ-1 11 апреля в 8 часов вечера.